Ну вообще, то государство, которое мы называем Золотой Ордой, оно в источниках называлось по-разному. То есть Золотая Орда – это уже позднее российское название того государства, которое в принципе называлось либо Улук-Лус, то есть Великий Улус, либо Улус-Джучи. То есть, соответственно, это идентичные названия, то есть одно и то же название одного и то же государства. Золотая Орда названа по названию Ставки, то есть Ставка Хана находилась в Орде, она была обшита золотом, и она называлась то Ак-Орда, то Золотая Орда. То есть, и, соответственно, из-за этого государство было названо Золотой Ордой, то есть честь Ставки была названа Страна. Золотая Орда возникла в рамках Монгольской империи, как Улус старшего сына Чингисхана Улус-Джучи, то есть она существовала как автономная область. в определенной степени, Джуччи правил ей до 1927 года. После этого там было два соправителя, его два сына. И в 1959 году Золотая Орда фактически начинает обретать фактическую независимость от Монгольской империи. Начинаются в Монгольской империи большие гражданские войны, и такой хан, как Берке, то есть он с помощью некоторых политических действий сделал так, что Золотая Орда фактически стала независимой. И через 10 лет, в 1269 году, Золотая Орда стала формально уже независимой после Таласского Курултая, в результате которого Монгольская империя распалась. И с 1269 года мы можем отсчитывать срок, когда Золотая Орда стала реально независимым государством. В истории Золотой Орды можно выделить три этапа существования этой Золотой Орды. То есть первый этап фактически это существование Золотой Орды как конгломерата определенных племен. То есть в этой Золотой Орде, то есть это со времен Менгу Тимура до хана Узбека, Золотая Орда фактически, она не была сильно централизованным государством, это было больше конфедерация улусов. То есть это большое такое гомогенное пространство, где жили кочевники, но не было сильной государственной власти. Второй этап начинается с эпохи хана Узбека, то есть начиная с хана Узбека идет очень жесткая централизация, Золотая Орда фактически становится империей, слово хана становится таким очень весомым, начиная от Иртыша, заканчивая Дунаем, и Золотая Орда полностью становится централизованной империей, где очень большой идет экономический рост, рост городов. И начиная с хана Узбека, заканчивая ханом Бердебеком, считается, что это Золотой Век Золотой Орды. То есть это классический период, когда Золотая Орда представляла огромную силу как в военном, так в финансовом, так и в культурном плане. То есть это вот такой Золотой век. И третий этап это после смерти хана Бердебека, начиная с 1359 года, заканчивая 1503 годом. То есть это тот этап, когда происходит распад Золотой Орды и на его обломках появляется ханство разное, которое является его преемниками. В том числе на обломках Золотой Орды возникло и казахское ханство, которое является одним из наследцев Золотой Орды. Ну, стоит отметить, что Золотая Орда фактически возникла в результате двух волн завоеваний. То есть первая волна завоеваний это монгольские завоевания Чингисхана 1220-х годов, когда фактически Чингисхан пришел в Хорезм, покорил кипчаков, харизмейцев. И на основе вот этого бывшего кипчакского луса возникла первоначальная территория Золотой Орды, фактически так называемый Луж-Джучи. Это вот первая модель расселения, когда Золотая Орда представляла собой, условно говоря, она повторяла контуры современной территории Казахстана. Это вот первая волна расселения была. Туда было переселено некоторое количество монголов, но они не составляли большого количества. То есть их было не так уж и много. То есть процентом соотношения где-то, наверное, 25-30%. Потом, начиная с 1235 года, происходит такой великий семилетний поход, в результате которого Золотая Орда по своей территории удваивается или, можно даже сказать, утраивается. То есть фактически ее границы, которые раньше стояли на Урале, то есть они доходят до Дуная и до Византии. То есть это вот с 1235 года по 1242 годы большая армия монголов прошла, как бы, пошла в поход с территории современной Монголии и дошла до Венгрии и до Атриотического моря. Но потом из-за смерти хана Угидея они вынуждены были отступить и вернулись на свою территорию. И начиная с 1242 года, после того, как хан Бату начинает свои административные реформы, мы видим ту Золотую Орду, которая существовала уже лет 20 после этого. Ну, во-первых, стоит отметить, что в армии Золотой Орды было большое, ну и в армии Монгольской империи было большое стратегическое планирование. Они, это не была Орда вот таких необразованных, там, неорганизованных людей, и это не было такое-то скопище людей, это была действительно машина. Машина по завоеванию. Фактически, когда они шли в западный поход 7-летний, они уже на 3 года вперед думали о том, как будет армия, что будет делать. То есть, ну, то есть они уже в 1235 году посылают пополнение для армии, то есть молодняк, условно говоря, молодых людей, которые охотятся и как бы готовятся к тому, чтобы стать военными. И уже в 1238-139 годах эти молодые люди, они уже пополняют армию. То есть, понимаете, да, это планирование на 3 года вперед, это все-таки не очень обычно для Саневиковья. Кроме того, стоит отметить, что после тех боев, которые армия проводила в Китае, когда они брали очень большие крепости, когда вот брали, штурмовали крепости в Тибете, каменные, на очень больших высотах, те крепости и сооружения, и города, которые встречались в Восточной Европе, ну и, в принципе, на Руси и в Хорезме, это были, в принципе, как бы семечки, условно говоря. То есть, их можно было легко взять, потому что они были очень сильно натренированы в боях до этого на Дальнем Востоке. Чингисхан, он, можно сказать, что он не был хорошим полководцем, но он был хорошим организатором. Он мог привлекать тех людей, которые вместе в одной команде производили чудесный продукт. Это чудесный продукт инновационный, это была армия Чингисхана, фактически. Там, то есть, если, например, до этого вожди какие-то приходили в Китай, например, они уничтожали людей, то сейчас Чингисхан, он специально для того, чтобы подобрать некоторых людей, проводил огромный, как бы, такой кастинг, условно говоря. Находил людей, которые умеют брать крепости, находил людей, которые, представляю, имеют какие-то таланты и развивал их, помогал им. В советское время было принято говорить о том, что казахское ханство не является преемником Золотой Орды. С 1937 года, с момента написания такой известной монографии греково-якубовского, считалось, что наследниками Золотой Орды было только казанское, астраханское и крымское ханство. Казахи считались, что Золотая Орда это не наша. Но если мы посмотрим географически, геностийно, культурно, фольклорно, генетически и даже антропологически, мы видим, что казахи являются одними из главных наследников Золотой Орды. Ну, главных я говорю не потому, что, как бы, мы больше унаследовали часть, а потому, что сейчас, действительно, Казахстан, он занимает, ну, как минимум, 40% бывшей Золотой Орды. То есть, и если даже посмотреть, вот исследования антропологов, то есть, когда вот два известных антрополога, Яблонский и Орзак Смогулов наши казахстанские, проводили исследования, кому чисто визуально, антропологически были близки кочевники Золотой Орды, то самыми близкими оказываются современные казахи. То есть, это, как бы, такой момент. Кроме того, стоит отметить генетическую преемственность. То есть, все наши рода, в основном, то есть, больше части, 95%, это рода, на самом деле, золотардынского происхождения, которые встречаются в списках золотардынских родов. Их предки, как бы, тоже фигурируют в летописях, которые касаются истории Золотой Орды. И генетически, именно, полиморфизм, игрокомосомы и аутосомные маркеры показывают, что, действительно, казахи, как этнос, как этногенетический коллектив возник в эпоху Золотой Орды. Но, конечно, название казах пришло уже немножко позже. В Золотой Орде была письменность, известная, как Тюрки. Тюрки, то есть, это письменность на арабице, тюрским языком. То есть, то, что, вот, как у нас сейчас казахский язык на кириллице, так у них был, в принципе, тот же Тюрки на арабице. При этом, стоит отметить, что наследниками, то, что мы называем сейчас как кипчастской группой языков, это, на самом деле, золотардынская группа языков. То есть, она делится на две таких группы. В одной группе – это татары и башкирии, в другой – это караколпаки, нагайцы и казахи. То есть мы все как бы языковые наследники Золотой Орды. В каждом языке немножко произошло изменений. То есть, например, в Золотой Орде говорили больше болсун, например. У нас сейчас говорят болсун. То есть турсун раньше говорили, сейчас турсун, например. Но все это показатель того, что на самом деле казахский язык, он восходит именно к тому письменному языку Золотой Орды. То есть он является одним из языковых наследников Золотой Орды тоже. Наряду с татарским, башкирским, нагайским и каракалпакским. Ну, вообще, отличается многими историками, что в Золотой Орде было 92 разных рода. То есть рода племена. Из этих 92 родов разные эти рода осели среди разных народов. То есть среди казахов присутствует около 20 родов, которые были из Золотой Ордынского происхождения. То есть мы, на самом деле, у нас фактически получается более 20% Золотой Орды осталось в генетическом и чисто по родовому принципу среди казахов. Остальные рода, они есть среди татар, казанских, сибирских, крымских, там также литовских татар, среди башкир, среди каракалпаков, среди нагайцев, среди узбеков. То есть фактически это Золотая Орда, фактически для всех этих тюркских народов, которые входили в ее состав, это как наша Киевская Русь. То есть это то общее прошлое, которое нас объединяет. Просто потом мы как бы разошлись уже в пути, но изначально это было наше общее прошлое. В состав Золотой Орды входили все те же народы, что входят в состав современного Казахстана. Например, мы знаем, исходя из некоторых источников, что, например, были уйгуры. Уйгуры кочевали на Иртеше, рядом с найманами, условно говоря. Туркмены входили в состав Золотой Орды, татары, узбеки, те же русские входили в состав Золотой Орды. То есть это было как бы на самом деле Золотая Орда это фактически прообраз современного Казахстана. То есть там было огромное количество народов, там была действительно религиозная терпимость, то есть было и православие, в том же сарае была православная епископия, у ханов были католические советники. Один из первых ханов Золотой Орды был Берке. Он, конечно, не носил титул хана, у него был такой титул, как Ака, то есть он старше был фактически. И стоит отметить, что именно в хане Берке мы видим фактически тот символ, который на самом деле похож на Золотой Орды. То есть в хане Берке сложилось три крови, то есть он был внуком Чингисхана, у него мама была дочерью Хачзимшака, и он еще был потомком кимчахских ханов. То есть в нем сложились три крови таких царственных. Это первый правитель Золотой Орды, который действительно принял ислам. Но он принял его как для себя, вместе с ним ислам приняла некоторая часть элиты, но некоторая часть элиты сохранила свою веру, свою монгольскую веру. А потом в 1313 году произошло великое событие, это январь 13-го года, к власти Золотой Орды пришел хан Узбек. И он провел серьезную реформу, он сделал ислам государственной великой Золотой Орды. Именно с этого периода фактически ислам покрыл всю территорию Золотой Орды. И фактически с того периода ислам стал государственной религией. При этом стоит отметить, что действительно там была некоторая позиция, боролись против ислама некоторые джучиды. Но фактически уже с того периода ислам стал доминирующим. То есть он стал элитным сначала как бы элитной религией, религией господжащего класса. А потом уже со временем он охватил все государство. Ну вот сейчас большой спор идет о том, как вообще административно делилась Золотая Орда. Вот моя личная точка зрения заключается в том, что в Золотой Орде было 23 больших улуса. Это как области. Зачастую они совпадали с этническими какими-то образованиями. То есть джулат черкес, это охватывало современных там кабардинцев, там адыгейцев, понимаете, да? Там Вилает Ас, он захватывал современную Осетию, например. Мангшлаг был отдельным улусом. И все эти улусы, они делились на три больших категории. Условно, как говорим, как три жуза. То есть это был Акарда, Бозарда и Кокарда. Бозарда это была западная территория, то есть это западное крыло. Кокарда это было восточное крыло, а Акарда это было фактически центр. Стоит отметить, что на самом деле изначально в Золотой Орде власть была основана в основном на личностных началах. То есть у Бату и у других золотовских ханов власть основывалась на их личном авторитете. Если их реально правители улусов уважали, то они действовали как те хотят. Но никаких реальных речеков власти в то время не было. То есть Бату он управлял только потому, что его все братья боялись и уважали. То же самое было Тухта. Боялись и уважали, поэтому он управлял. Но именно с времен хана Узбека произошла административная реформа, в результате которой появились огромные рычаги власти у центральной власти, которые до этого ни Бату, ни Тухта с большим трудом могли назначить кого-то руководителем Улуса. То есть фактически руководитель Улуса был наследным принцем. То есть это был потомок Джуччи, который наследовал, и это был местный аким, которого центральная власть не могла сдвинуть. А со времен хана Узбека начинается назначение акимов. То есть их начинают убирать, наследственные периоды убираются, и фактически акимы они назначаются из центра. Это приводит к тому, что власть сильно концентрируется в центре, и это действительно ведет к тому, что экономический рост происходит. Мансур Ролсон, один из таких ведущих экономистов, он давал такую метафору. То есть если так ее провести, то можно сказать, что эпоха до Узбек-хана, это была эпоха кочевых бандитов. Когда существовало 23 разных Улуса, которые между собой враждовали, могли воевать за какую-то добычу. А с эпохи Узбек-хана начинается эпоха осетлого бандита, когда один бандит фактически, он не забирает большинство добычи у населения, но он устраняет четкую власть, у него есть монополия на применение насилия, и фактически возникает реальное государство. То есть появляется действительно государственная воля, против которой другие части власти не могут воевать. И, соответственно, начиная с хана Узбека появляется действительно централизованная власть. До этого она носила все-таки такой рыхлый характер. Фактически коррупционные составляющие в Золотой Орде были всегда. Это немножко смешно, но похоже очень сильно на Казахстан. То есть, например, мы знаем, что многие русские князья, когда приезжали в Золотую Орду, они на самом деле пытались путем подкупов, подарков, склонить хана или его окружение на свою сторону. То есть фактически это такая коррупция была в определенной степени. То есть, и на самом деле, когда смотришь на историю этого периода, она очень сильно похожа на современность. То есть мы видим, что действительно с помощью денег решалось огромное количество всяких проблем фактически.